Более сотни миллионов рублей. Именно столько ежегодно в нашем регионе вкладывают на посадку новых лесных насаждений. Один из самых крупных пожаров за последние 12 лет случился в Угловском районе. Пострадало почти 5000 гектаров лесного фонда. В тушении огня и создании противопожарных разрывов задействовали почти сотню единиц техники, автоцистерны, бульдозеров. К месту событий прибыл пожарный поезд с воздуха, работу контролировал вертолет, а из Красноярска в наш регион на несколько дней перебросили самолет-амфибию. С огнем боролись две недели. Нормально вышли. Ну что ощущали, когда были под Верховым? Ну как, надо же выезжать и технику спасать, да и, как говорится, домой же надо вернуться. Вот и там мне 4 дня пришлось воевать. Еще и Михайловку захватить. Ну что, деревню отстояли. Поведа была за вами, да? Да, в село отстояли и не дали этому, как говорится, к кладбищу зайти тоже. Там буквально кладбище в 100 метрах от лесного массива, да. Вот до градки зашло там немного, ну, ребята отбили. 26 лет Виктор охраняет от возгорания лес Завьяловского района. О своей работе на грани жизни и смерти мужчина говорит спокойно. Уверен, главное – спасти людей и их имущество. Ну, бывает тяжело, конечно, что вот эти, как крупные пожары-то, конечно, приходится попотеть и покрутиться. За умелые и мужественные действия, связанные с риском для жизни, проявленные при тушении лесного пожара, спасатели поздравил губернатор края Виктор Томенко. Глава региона вручил государственные краевые награды лучшим работникам лесной отрасли. Надо отметить, что все пожары, в том числе очень сложные, были профессионально отработаны, были минимизированы возможные негативные последствия. И, как известно, специалисты уже приступили к реализации мероприятий по ликвидации того ущерба, тех последствий, которые эти природные явления нам нанесли. За честь и мужество, за заслуги в труде, грамоты Федерального агентства лесного хозяйства и правительства края. Для людей, чье призвание защищать и приумножать зеленое хозяйство, эти награды очень ценны. Ведь практически круглые сутки они охраняют легкие нашего края, родной лес. И так редко бывают поводы сменить рабочий костюм на парадный, получить крепкое рукопожатие губернатора и благодарность за труд. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов. День с толком.